Приветствуем наших телезрителей на Тагил ТВ местный информационный блок в студии Олег Шкварков. Вот некоторые темы нашего выпуска новостей. Увлекательно и познавательно в загородном лагере Уральский Огонек сотрудники сразу нескольких госинспекций провели форум детской безопасности. В Средний Урал в ожидании международного фестиваля университетского спорта. Организаторы приглашают в Екатеринбург волонтеров. В Нижнем Тагиле завершились двухдневные соревнования по конному спорту. Наездники соревновались за кубок металлургов. 200 миллионов рублей плюсом такие средства выделяются в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология Нижнему Тагилу». Они пойдут на компенсацию затрат жителей при переводе частных домов с печного отопления на газовое. Первоначально тагильчане должны были оплатить 10% от стоимости услуг. Сейчас эта цифра снижена в 100 раз и теперь составит 0,1% или порядка 200-250 рублей. Льготным категориям и эта сумма будет компенсирована. В результате для них газификация окажется бесплатной. Дополнительное финансирование от государства предполагает закупку и установку газовых котлов и плит, датчиков газа, системы отопления и радиаторов, а также другого оборудования, необходимого для газификации, а также на проектирование. На сегодняшний день заявки на участие в программе подали владельцы около 500 частных домов. В двухстах газовое оборудование и системы отопления смонтированы, а в почти 50 пущен газ. Помощник в решении коммунальных проблем, не выходя из дома или даже находясь в пути, поможет подать заявку в управляющую компанию, передать данные с приборов учета воды и электроэнергии, оплатить коммунальные счета и пожаловаться на нерадивых коммунальщиков. Все эти задачи берет на себя мобильное приложение госуслуги дома. Свердловская область является пилотным регионом, где внедряется мобильное приложение госуслуги дом. То есть это фактически является мобильной версией ГИС ЖКХ, Государственной информационной системы. Это приложение также очень информативное, очень функциональное. И жителям Нижнего Тагила как раз-таки предлагается это приложение у себя на мобильном телефоне загрузить. Интерфейс приложения прост и удобен в использовании. Данные пользователя уточняются на портале госуслуг автоматически, что облегчает их заполнение. В меню можно не только отследить работу управляющей компании, но и оставить свои предложения и рекомендации, а также подать жалобу на неисполнение услуг. Приложение госуслуги дом стартовало в текущем месяце и пока находится в стадии тестирования. Тем не менее, уже более 100 тысяч россиян пользуются приложением, а некоторые делятся своими впечатлениями о его работе и отмечают мобильность и удобство использования. Госуслуги дом доступны для скачивания на всех цифровых площадках. Форум детской безопасности такой в единый день профилактики организовали сотрудники нескольких государственных инспекций, кому верены человеческие жизни. Увлекательно. Развлекательные занятия провели в одном из загородных лагерей сегодня, когда МЧС отмечает День государственного пожарного надзора. Служба появилась 96 лет назад. Мы берем пожарную руку и просто его раскидываем. И он пошел, и все, он уже практически размотан. То есть время на его раскатку не тратится? Нам важна каждая секунда. 20 секунд на надевание спецодежды, еще пайра на то, чтобы раскатать пожарные рукава и тут же подключить их. Обычно эти действия скрыты от глаз горожан. А сегодня наоборот. Пожарные и инспекторы отдела надзорной деятельности подробно рассказывают детям, как устроена пожарная машина, о действиях спасателей при тушении огня. Ребята и сами попробовали. Правда, поджигать ничего не стали, только водой поливали. Работа пожарных очень тяжелая. Этот шланг, он такой достаточно увесистый, его держать тяжело. Меня сразу же отнесло назад. Пока развлекались, вспоминали и простые правила пожарной безопасности. Номер, по которому звонить в случае беды – правила эвакуации. Все это может помочь спасти жизнь. Это форум детской безопасности. Его проводят в лагере «Уральский огонек» в единый день профилактики, объявленный в Свердловской области. А еще сегодня – профессиональный праздник сотрудников пожарного надзора. Но это наша круглогодичная работа, потому что профилактика, она не бывает одномоментной, это постоянное действие. Летом мы рассказываем о том, что нельзя разводить костры в лесах в обведенный особый противопожарный режим. Рассказываем о том, как надо соблюдать правила пожарной безопасности. А с детьми мы проводим все это в таких игровых формах. В этом году у нас на территории города Нижний Тагил нет ни травматизма детей, ни гибели детей. Я считаю, что мы этого смогли достичь именно профилактическими мерами. Ни одного трагического случая и на воде с начала купального сезона в Нижнем Тагиле отмечают в государственной инспекции по маломерным судам. Это еще одна площадка форума безопасности. В области же около 60 происшествий, 37 человек погибло, из них семеро детей. Пытаться спасти утопающего не нужно, объясняют детям. Они еще малы и могут сами уйти под воду. Лучше позвать на помощь и позвонить по номеру 112. Спасатели пользуются вот таким профессиональным концом, он называется конец Александрова. Как правильно бросить этот трос, показываю. Смотрите, если вы будете размахивать его к воде, направлению к воде, он, скорее всего, упадет рядом с вами. Поэтому, если вы нашли длинную веревку и утяжелили ее какой-то палкой, что нужно сделать? От воды вы ее раскачиваете. Да, извините, я могу попасть. И смотрите, я делаю легкое движение, как далеко она улетает. Восторг у детей вызвала и площадка сотрудников ГИБДД. Но когда еще будет возможность сесть за руль автомобиля дорожной полиции, включить спецсигналы? Но инспекторы также вспоминают с ребятами, как нужно правильно вести себя на проезжей части. Тут статистика менее радостная. С начала года три аварии с детьми-велосипедистами. Один травмировался, упав с электросамоката. Еще один пострадал, управляя самодельным мопедом. Семь происшествий дети спровоцировали, потому что не соблюдали правила дорожного движения. Чтобы такого не повторялось, и проводят в форуме безопасности. Уже пятый год. У меня идея-то была давно. У меня у самой трое детей. Все-таки детская безопасность, наверное, это самая щепетильная тема у нас сейчас. Ну и дай бог, если бы в эти пять лет хоть кому-то из детей это поможет в чрезвычайной ситуации, но это же большое дело. Мне это нравится. Я сама занимаюсь безопасностью. Это нужное дело, особенно сейчас очень актуально. Ну, стараемся сделать, чтобы меньше было потерь. За прошлое лето в таких форумах поучаствовало две с половиной тысячи детей. И сейчас планируют привлечь не меньше. До конца июля запланировали выезды со специалистами спецслужб в лагерь «Звонкие голоса» и детские сады 191 и 34. Подозреваемый в поджоге автомобиля оперативно установлен и задержан сотрудниками полиции. О происшествии сообщила жительница дома на улице Карла Маркса. Возгорание произошло в 3 часа ночи 15 июля. В результате повреждены правая дверь, крыло, электропроводка и переднее колесо. Сумма ущерба около 400 тысяч рублей. При опросе потерпевшей выяснилось, перед случившимся она рассталась со своим сожителем, с которым находилась в конфликтных отношениях. Информация о причастности мужчины не подтвердилась. В результате разысканных мероприятий под подозрение попал его 51-летний знакомый, который признался в содеянном. Без ведома приятеля он решился на поджог с целью отомстить. Возбуждено уголовное дело. Поджигатель находится под подпиской о невыезде. Средний Урал ожидает прибытие 400 тысяч спортсменов и представителей национальных команд. С 19 по 31 августа в Екатеринбурге пройдет международный фестиваль университетского спорта. Помогать гостям и организаторам будут волонтеры. Их набирают не только в столице региона, но и в близлежащих городах, в том числе и в Нижнем Тагиле. Международный фестиваль университетского спорта – одно из крупнейших событий этого года в России. Студенты стран БРИКС шел с СНГ в конце августа прибудут в Екатеринбург, где будут соревноваться в 14-й дисциплинах. Большая часть организационной работы ляжет на плечи добровольца. Представители команды волонтеров рассказали тагильским подросткам, чем они будут заниматься на фестивале и чем сами тагильчане могут помочь. Например, Сергей Полежаев будет курировать культурную программу. Эта часть волонтеров занимается тем, что проводят некие экскурсии по нашему городу для спортсменов и нагородных гостей. Это общение с новыми людьми, знакомство, новые знания, от них перенимаешь какой-то опыт. В первую очередь, это прокачка моих личных скиллов как лидера команды, как управляющий, так сказать. Также волонтеры будут встречать спортсменов, отвечать за их питание и экипировку, следить за безопасностью и взаимодействовать со средствами массовой информации. Вадим Жемальдинов будет помогать на одной из спортивных площадок. Мы являемся теми волонтерами, которые мы будем на объектах работать, помогать зрителям и с навигацией, и с информацией. Если зритель, ему нужно найти какое-то место или трибуну, или какую-то программу, то мы всегда можем помочь, подсказать. Чтобы присоединиться к команде волонтеров, тагильчанам необходимо подать заявку на сайте фестиваля, пройти отбор и обучение по выбранному направлению. В Санкт-Петербурге состоялась девятая всероссийская учебная конференция для библиотекарей. Библиолаборатория 2023. Ее проводит межрайонная централизованная библиотечная система имени Лермонтова. В нынешнем году заявки подали около ста специалистов из разных регионов от Крыма до Якутии. Нижний Тагил представляла сотрудник Центральной городской библиотеки Татьяна Казяр. Библиотечное пространство сейчас очень сильно меняется. Оно идет в ногу со временем, потому что нам всем хочется, чтобы библиотека была удобная, библиотека была для нас близкая. И причем, чтобы мы в любом месте могли достать там свой планшет, достать телефон, послушать аудиокнигу, почитать книгу и далеко не ходить. И библиотеки, конечно, стремятся быть ближе к своему читателю. Тема конференции – книга, чтение, библиотека. Ежегодно в рамках библиолаборатории участники узнают о современных проектах в профессиональной сфере, находят партнеров и способы для воплощения собственных идей. Направление, по которым в течение трех дней проходила работа на конференции – типографический дизайн и графическое искусство, работа в социальных сетях, театральные практики в библиотеке. Были организованы лекции, семинары, мастер-классы, экскурсии. По отзывам основной результат достигнут, у участников появились свежие варианты, как сделать свою библиотеку еще привлекательнее. В Нижнем Тагиле завершились двухдневные соревнования по конному спорту. Впервые они проводились в канун профессионального праздника на Кубок Металлургов. На одном из этапов в конкуре побывала наша съемочная группа. Парадом участников открываются соревнования по конному спорту Кубок Металлургов. В честь профессионального праздника раньше проводились чемпионаты и первенства. В этом году решили формат сменить и заложить новую традицию. Это новая история, которая должна продолжаться. Это дополнительные соревнования, дополнительные эмоции. И вот эта грация, за которой наблюдаешь красота движения, красота прыжков, ну это, честно говоря, очень красиво. Всадники соревнуются два дня. Первый – манежная езда, во второй – конкур. Всего на старт вышло 80 участников из пяти клубов. Достаточно хорошо все всадники едут, готовые, подготовленные. То есть уже середина сезона, уже где-то набрались уже стартового опыта и было время и подготовиться, и потренироваться. Достойно выступали, могу сказать. Злата Телегина занимается на лошадях три года, начинала с конной прогулки, а теперь завсегдатая всех соревнований. Зовут Локлэнди, но она такая, она ласковая, но с характером, можно сказать. Ну, мне она нравится, я с ней вроде бы хорошо общаюсь. Маршрут 80 на лапе, получилось все хорошо, проехали чисто, но долговато, можно было бы быстрее приехать, но я довольна. На соревнованиях сегодня на одном маршруте можно было ехать на разных лошадях. Майя Майсурадзе представляла два конных клуба. Вот эту, зовут Камри, ну, характер нормальный, где-то непослушная, но в целом хорошая. Первая лошадь, которая стартовала, он достаточно послушный, но все равно надо держать его под контролем, чтобы никуда-нибудь не увез, не остановился и чтобы прыгнул к препятствию. Выступаю несколько раз, потому что есть возможность выступать, ну, и если есть возможность, почему бы не выступить, как свои выступления оцениваю. Неплохие, но, конечно, где-то можно было и получше. Площадкой для проведения соревнований по конному спорту Кубок Металлургов традиционно стал КСК Уралец. Здесь не только занимаются с детьми, но и организуют для них конкурентную среду. Мы стараемся поднять наш конно-спорт в городе Нижний Тагил на более высокий уровень. Ходят детки, занимаются. Соревнования теперь будем проводить чаще. Внутриклубные у нас будут соревнования теперь каждый месяц. Также у нас будет хобби-хорсинг каждый месяц. Теперь соревнования в это направление мы тоже хотим развить. Официальные соревнования у нас планируются три раза в год. Это май месяц, июль месяц ко дню Металлургов и конец августа. Победители и призеры на каждом маршруте и в своей возрастной категории получили кубки и медали. А 26 и 27 августа на ливаде конно-спортивного клуба «Уралец» пройдут чемпионаты первенства города, посвященные Дню Знаний. Об изменениях в сфере городского хозяйства далее разговор в программе «Факты в лицах». В студии ждем начальника управления городским хозяйством администрации города Андрея Лебедева. Не прощаюсь.